Свежий день глядит по будущим, И блажен, Раби Божий, Убрящих, дящих... Сегодня мы продолжим знакомиться с душеполезными поучениями о водорофее. Но прежде позвольте рассказать вам одну историю, которая напрямую связана с этой темой и также носит поучительный характер. Ее поведала нам одна из постоянных телезрительниц. Она всегда внимательно слушает уроки, на которых протеерей Алексей Яковлев помогает нам разобраться в поучениях преподобного дорофея. Недавно к этой женщине в гости зашел батюшка. Совершенно неожиданно. И она, как гостеприимная хозяйка, предложила ему отобедать. Батюшка не отказался, а женщина, накрывая на стол, все извинялась перед ним за отсутствие в доме должных порядка и чистоты. А батюшка ласково отвечал ей, что кто-то из его собратьев, священников, уж и не вспомнить кто, оказываясь в тех домах, где беспорядок действительно имел место, говорил так. Какие же здесь живут благочестивые люди? Они, наверное, все свое время уделяют богоугодным делам, молитве, и потому им некогда заниматься бытовыми вопросами. Если же в квартире прихожан было чисто и прибрано, то священник говорил, такое устроение жилища точно соответствует доброму устроению душ хозяев, и что наверняка о внутреннем порядке они заботятся так же, как о внешнем. Хозяйка, услышав эту историю, рассмеялась. Она слышала то же самое, только на Союзе и со ссылкой на Авудорофея. На одном из недавних уроков отец Алексей действительно приводил этот пример. Вспомнив Авудорофея и его душеполезное поучение, собеседники оставили тему порядка в доме как лишнюю и выбрали уже иную, более полезную для души. Сделаем это и мы, и приступим к знакомству с поучением о том, что не должно лгать. Ну да, это поучение, когда, помню, мы когда к нему приступали, я помню это так с особым чувством, потому что тут Авудорофей может показаться, ну не то чтобы суровый, но он прямо говорит, что врать не надо, лгать не надо, хитрить не надо и так далее. А мы же понимаем, что значительная часть нашей жизни, это еще мягко сказано, даже больше, наверное, большая часть жизни нашей, к сожалению, на вранье замешана просто. То есть человек, который пытается не лгать, не врать, даже в мелочах. Забавно, а? Даже в мелочах. Такой. Вот он замечает, что если он так начнет, не лгать, вот вдруг ему оказывается тяжело жить. То есть я не помню, где-то читал, но что там были у людей некоторых эксперименты рискованные, когда они, допустим, говорят, что вот эту неделю я ни в чем лгать не буду. И у них это получалось, если это получалось, с очень большим трудом, потерями и прочими делами. Ну, прежде чем человеку не лгать, он ведь изначально понимает, что ему не надо лгать. То есть не стоит же такого выбора, не стоит же такого, что с самого начала своей жизни человек говорит себе, что я буду где-то хитрить, а где-то я буду не хитрить. Но видим же, что в малом возрасте как-то дети, конечно, достаточно рано хитрят. И иногда они хитрят очень прозрачно и при этом очень мило и умилительно, но хитрят. Но все равно, видно, бывают моменты, когда они начинают это делать. То есть в какой-то период даже своей жизни, даже человек все равно имеет опыт невранья, даже в мелочах, даже в мелочах. А потом этот опыт пропадает куда-то, наступает опыт жизни. Да, человек вроде он и не врет, а он же понимает, что все равно он в этом где-то приврал, там где-то. То есть не то, чтобы он городит одну ложь на другую. Нет, это вот именно такое ложное какое-то, не ложное, вернее, лживое зачастую существование. И поэтому Аван Дорофей вот в своем поучении он пытается определить виды лжи. Виды лжи так, чтобы их, с одной стороны, понятно, что систематизировать, ну да. С другой стороны, так, ну проще, наверное, бороться. Начинает он, понятно, со священного писания, он говорит, что «Хочу, братья, сказать несколько об лжи, ибо вижу, что вы не очень стараетесь удерживать свой язык, от чего мы легко увлекаемся во многое зло». Одна из, получается, одна из самых простых и одна из самых распространенных причин лжи — то, что человек много болтает. Очень просто. Очень просто. То есть тут, не знаю, кто действует, говорит, статистический закон, чем больше нагорел, тем больше налгал. Два же, может, человек говорит мало, но все лживо. Вот, но смысл, видимо, такой, что, когда человек болтает, его начинает, видимо, нести. Вот, он не удерживает свой язык, а язык, что дышло. Не только закон. Куда повернул, туда и вышло. Это многие замечали, что человек не успел остановиться и уже с ужасом понимает, что он рассказал о том, что он был там-то, 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 что он в Ялте ездил на железной дороге. И, то есть, он вроде и не хотел бы, а вот как-то понятно, что там причины есть. И Ава Дорофей еще раз говорит, почему происходит, как и всякий грех, ложь, там, от слова любя, от сластолюбия и так далее. Но когда человек так дурно вдохновлен, когда он не удерживает свой язык, он легко увлекается во многое зло. Заметьте, братья мои, говорит Ава Дорофей, что во всяком деле можно приобрести навык и к доброму, и к злому. То есть, это дело привычки. Если у человека внутренняя какая-то привычка к лыжи есть, понятно, что когда его несет, эта привычка будет действовать помимо сознания. Итак, нужно большое внимание, чтобы нам не быть окраденными ложью. Ибо лжец не имеет общения с Богом. Интересно Ава Дорофе выражается. Быть окраденными, обворованными, то есть ложью. Ну да, действительно, человек, который про себя знает, что он наврал, если он хотя бы немного вменяем, он чувствует себя обворованным. Даже если с помощью лжи ему удалось выкружить для себя что-нибудь, ну как ему, опять же, кажется, выгодное. А вот Дорофей объясняет без маньяков, он говорит, потому что лжец не имеет общения с Богом. Ложь Богу чужда, говорит он. И в Писании сказано, что ложь от лукавого, и что он сам ложь, и отец он лжи. Отцом лжи назван дьявол, а истинно это Бог, потому что и сам Господь говорит, я есть путь и истинная жизнь. Объяснение Ава Дорофея понятное, и в принципе мы многие и так его знаем, что раз человек лжет, то он делает, ну, дело дьявольское, и поэтому, да, общения с Богом не имеет. Вот какое же тут может быть радостное особо сердце. Не может же такого быть. Всё ясно. Видите, поэтому от кого мы отлучаем себя? Ну, тут написано, кого с большой буквы, и с кем с маленькой буквы соединяемся через ложь. Понятно, что с лукавым. Итак, если мы поистине хотим спастись, то мы должны всею силою и со всем усердием полюбить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и от жизни. Вот введение, основание, и самая первая мысль, которая лежит, получается, лежит в основании, то почему не надо лгать? Человек, даже если мало лжёт, всё равно он хотя бы этим малым он становит себя на позицию лукавства, на позицию лжи, на позицию заблуждения, на позицию смерти. И поэтому он отлучён от общения, отлучается. Субтитры создавал DimaTorzok И дальше Авва Дорофей рассуждает о различных видах лжи. Один говорит, лжёт мыслью, другой словом, а иной говорит, лжёт самой своей жизнью. Я так и добавлю, думаю, что бывает, что человек, наверное, всем вместе может лгать. Итак, мыслью лжёт тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Это всем известно. Причём тут разница от этих подозрений и предположений может быть очень большая. От каких-то... Ну, Ява Дорофей как раз про это пишет, собственно, сейчас я и прочитаю. Итак, пустые подозрения на ближнего. Например, когда видит, что кто-нибудь беседует с братом своим, делает свои догадки, говорит, он обо мне беседует. Они явно говорят обо мне. Вот если человек заходит в комнату, ему кажется, что все говорят о нём, и что характерно, что характерно, в 99% случаев он явно думает, что они говорят о нём что-нибудь плохое. Вот. Или все, он зашёл, ему кажется, что все сразу, сразу перестали говорить. Понятно же почему. Потому что они говорили о нём, он зашёл, они перестали. Это же ясно. И самое интересное, да, он говорит, если прекращают беседу, он опять предполагает, что ради него. Если кто скажет слово, он подозревает, что оно сказано для оскорбления его. Вообще в каждом деле он постоянно таким образом замечает за ближним, говоря, он ради меня это сделал, ради меня это сказал, это сделал для того-то. Такой вот мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но всё по одному лишь подозрению, от этого происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда, осуждение. Характерно, что человек этот думает не о том, что обыкновенно, что о нём что-нибудь хорошее говорят и прекратили, чтобы он не смутился, а говорят о нём что-нибудь плохое. Это же важно, что вот такой способ лжи мыслью, ну и как и другие тоже способы, он очень сильно мучает человека, вообще-то, и понятно, что у него, я скажу, настроение никуда. Он расстроен, что все о нём говорят, а не могут же от человека говорить хорошего. Это же подозрение тоже в этом работает. Да, значит, все говорят мне плохое, а вот в глаза мне не хотят сказать или боятся, потому что они говорят обо мне неправду. Вот какие люди плохие, один я хороший. Ну и так далее, то есть этот ком накатывается, если человек так вот оставить, вернее, он останется в таком положении, чего только он себе, какие-то русы на колёсах он себе не придумает, это не в сказке сказать, не первому писать. Я думаю, что большинство слушателей, они как-то попадали на такую ситуацию, что не зная сути дела, но питаясь лишь одними подозрениями и обрывками этих самых слухов, человек может себе такое напридумывать, что потом худо бывает. На уроках без примеров обойтись невозможно. Они нужны, чтобы подтвердить теорию практикой, и порой в качестве такой практики могут приводиться показательные поучительные истории, из которых становится очевидно, что и как делать нужно и полезно, а что и как делать нельзя ни в коем случае, поскольку это опасно или вредно. Давайте мы вспомним подобные истории, чтобы на конкретных примерах увидеть, как можно лгать мыслями и возводить на ближних пустые подозрения. А позаимствуем мы их из потеряков. Пример первый. Однажды двум инокам из разных монастырей предстояло провести ночь в одной гостинице. Один из братьев, внимательно посмотрев на другого, отнес хозяину гостиницы свой небольшой багаж и сказал при этом, спрячу себя, ибо мой собрат не внушает мне доверия. И услышал в ответ, я положу твой багаж вместе с его вещами, он только что здесь был, и сказал мне то же самое. Вот как бывает, когда люди, подозревая друг друга, пускают в свои мысли ложь. И в другом примере говорится о том же, как один монах, подозревая в грехе другого, лжет на него мысленно и тем самым причиняет вред себе. Дело было так. Шли из монастыря два монаха, и на берегу бурной реки они увидели женщину, которая не могла перебраться на другую сторону. Тогда один из монахов взял ее на руки и перенес на другой берег. А после они продолжили свой путь. Но спустя некоторое время один брат говорит другому, как ты мог это сделать? Ведь наши обеты запрещают нам прикасаться к женщинам. И услышал в ответ, я перенес ее и забыл об этом, а ты несешь ее в своих мыслях. истинным. И это случайно оказывается истинным. Тоже интересно. То есть слышал, оказалось, правда. И он после этого, желая, как он говорит, благочестивый какой-то лжец, он желая, как говорит, исправлять себя, уже постоянно за всеми замечая, думая, если кто-нибудь говорит обо мне, это мне надо знать. Это мне нужно знать, какое мое согрешение, за которое меня осуждают, и я буду исправляться. Такой благочестивый шпион. Во-первых, уж и начало этого от лукавого, ибо он начал ложью, не зная подлинно, придумал то, чего не знал. И как может злое дерево приносить добрые плоды? Тоже важный момент, что это не только лжи касается, что человек иногда какие-то на прекрасные дела выступает, а самое начало его выступления, оно связано с той же самой ложью, подлостью и прочими делами. Потом удивляется, что у меня ничего не получается. Ну, так добро и недобро, сделал он это. Если же он в самом деле желает исправиться, допустим, да, то когда ему брат скажет, не делай того, или зачем ты это сделал, ему не надо смущаться, но поклониться, благодарить его, и он исправится. Ибо если Бог увидит, что такое его произволение, то Бог никогда его не оставит в заблуждении, но пошлет кого-нибудь могущего исправить его. А говорить, я верю своим догадкам для того, чтобы себя исправить, это и с этой целью подслушивать, любопытствовать, это самооправдание, которое внушает дьявол, который желает нам строить козни. Ну, смысл такой, что иногда человек такими кружными путями пытается привести себя к истине, что не в сказке, да, что это как-то странно даже. Нужно, видимо, изо всех сил там изовраться, изподозреваться, чтобы приобрести себе духовную пользу. Ну, тут, ну, да, то есть вот, а вот Дорофея, посыл другого, он говорит, что если ты прямо хочешь этой духовной пользы, не надо подозревать, не надо врать мыслью, все будет без этого. Если ты хочешь, все нормально будет. Вот и все. Нечто похожее происходит сегодня и с многими из нас. Когда, сидя часами в интернете или перед телевизором, мы убеждаем себя и других в том, что это занятие не бесполезное, что нам якобы важно знать о происходящем в мире, чтобы правильно ориентироваться и благодаря этому исправляться и даже спасаться. Мол, через эту информацию мы можем учиться тому, что нам надо и чего не надо делать, думать, говорить. Ведь на эту тему даже есть такая притча. Один монах спросил у настоятеля обители, почему он не запрещает мирским новостям проникать в монастырь. И тот ответил, что подобные новости есть очень хорошее средство, чтобы отнять у братьев всякое желание возвратиться в мир. Но универсальных рецептов не бывает, и что полезно монаху для мирянина может оказаться гибельным. И применять на себя такую практику, не применяя всего остального, чем монахи ограждаются от мира, вряд ли полезно для нас. Не зря же преподобный Силуанафонский учит. Кто хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать плохих книг или любопытствовать о чем-либо из жизни других. Все это приносит в ум много нечистых мыслей. И когда человек хочет в них разобраться, то они все больше и больше запутывают и томят его душу. УАВА Дорофей описывает технику для своего времени. У нас в этом смысле есть такая штука, как ЭВМ, есть такая штука замечательная, как интернет, который, по крайней мере, сейчас полон всякими разными слухами. Вот, во всяком случае, сколько я замечаю, даже на какой-то сайт выходишь, вот там обязательно, ну, в большинстве случаев, там какая-нибудь такая колоночка, где написано, что я всегда это умилял, там, допустим, какой-нибудь известный политический деятель мертв. Вот, а ты знаешь, что он вообще жив. О, интересно. А там ложь такая написана, но она, правда, красивая, там, что потом выясняется, что он мертв. Ну, как-то фигурально выражаясь. А ты потом себя чувствуешь полным идиотом, что поверил, такой лжи. Вот, или там еще что-нибудь в этом роде, там, кто-то, кто-нибудь развелся, там, то есть даже человек говорит себе, о, это же интересно и полезно знать новости. Это же интересно и полезно, душеполезно соображаться, так сказать, со современным состоянием мира. Ну-ка вот я сейчас с ним поборюсь, там, или еще. А потом оказывается, что наше такое произволение, что мы остаемся постоянно в заблуждении, и ладно бы раз, но и второй, и третий, и пятый, и десятый. Дальше Ава-Дорофей рассказывает интересный случай, он его называет дьявольским искушением. Многие бы назвали его проницательностью, такой вот. Он говорит, что я стал было по движению и по походке человека заключать о его душевном устроении. И со мной встретился, он писает случай, и по походке, и по движениям человека умозаключать о его душевном устроении. Ава-Дорофей понятно, что, по крайней мере, в те времена Канандуэлла не читал, а мы читали, и для нас понятно, что это как-то, ну, близко называется. И ясно, что, помните, да, вот эти истории о том, как Холмс по походке издалека, значит, ну, часто, конечно, по всегда встречающимся ловко рассыпанному везде сигарному пеплу заключают о, ну, так вот тогда было, тогда преступники и вообще люди, они специально для Холмса оставляли сигарный пепел и отпечатки глины специальной. Вот, заключают о человеке, о том, чем он занимается, о каких-то его привычках и так далее. Но все-таки Холмс заключение делает, ну, по крайней мере, в большинстве случаев несколько более фактически. Ну, вот и моряк, вот, у него красное лицо, там, и так далее, и так далее. А Ава Дорофей говорит немножко по-другому. Это надо понять, что здесь работа идет не столько умственная, сколько работа немножко обнаглевшей совести, так, обнаглевшего сердца. Это разные вещи, мне кажется. Он говорит, я стал заключать удушевное настроение человека. И поэтому здесь вот этого несчастного монаха, у которого вдруг явилось такое искушение, с Холмсом я бы сравнивать не стал. однажды, говорит он, ну, вот как пример дальше, однажды, когда я стоял, прошла мимо меня женщина с ведром воды, сам не знаю, как я увлекся и посмотрел ей в глаза, что для монаха тоже уже нехорошо. И тотчас помысл мне внушил, что она блудница. Правда, Ава Дорофей говорит, что лишь только я этот помысл к вам не пришел, я стал очень скорбеть. И сказал об этом своему старцу, Аве Иоанну. Говорит я, он говорит, Владыка, что я должен делать, что когда я невольно замечаю чьи-либо движения и походку, и помысл мне говорит о душевном настроении этого человека. То есть он понял это как некую проблему. Догадался. Проблема в том, что значительное количество людей могут это воспринять как свою проницательность, вот как свою повышенную чувствительность. Или то, что называется слово-то такое есть, что человек доволен тем, что он экстрасенс, что он сильно или сверхчувствует, он доволен этим. Он говорит, о, это же хорошо, что я такой душевно-духовно проницательный. Ава Дорофей Ладно, он был воспитан это добро, и он понял, что это вообще не очень хорошо. Что такого рода проницательность, а, она вообще изначально сама по себе не есть что-то хорошее, то есть чему надо радоваться прямо так вот и бежать, и радоваться этому, значит, задрав штаны. А второе, что вообще она может обманывать. Он это понял. Другое дело, что часто этот человек не понимает. И старец отвечал мне так, ну, раз тут обеспокоился. Что же? Разве не бывает, что какой-нибудь человек имеет естественный недостаток, однако с великим усилием и с трудами его исправляет? Исправляет. Поэтому нельзя из этого заключать чего-либо душевного устроения. Никогда не верь своим догадкам, ибо кривое, дальше очень важно, ибо кривое провело, и прямое делает кривым. мнение человеческие ложные и вредят тому, кто им предается. Или, как вот, в сносочке, подозрения человеческие ложные и вредят тому, кто им предается. А водорыв продолжает. С тех пор, когда по умыслам не говорило солнце, что это солнце, или отмештая тьма, я ему не верил. Даже тогда. Ибо нет ничего тяжелее, как верить своим подозрениям. Если это укоренится в нас, то доводит до такого вреда, что мы думаем действительно видеть вещи, которых нет, даже быть не может. И рассказывает дальше случаи интересные. Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас.